Сегодня 12 апреля. Это у нас 15.35. Так вот я его сейчас покручу. Так вот он начинает зацветать. Это 14.53. Такие цветки у него. Когда начинает зацветать, то розетку, конечно, он прекращает наращивать листья. Вот и начинает цвести. Все цветки очень крупные. Так, что у нас тут еще? Птица 137. Такая стая бабочек. Здесь вот тоже 14.53, вот цветок я снял. Вот он повял, и его можно рассмотреть, как вот он состоит, из чего. Вот казалось бы, вот он такой вот махровый. Но на самом деле, если мы его распрямим, то увидим, что все махрушки это просто... Сейчас вот я его так вот раскрою. Что это просто такие растянувшиеся лепестки. Лепестки. Вот. В форме многосвойных клеша. Видите? очень. И вот как бы лепестки на лепестках. Вот здесь тоже вот один лепесток. Всего у этого сорта 6 лепестков. Сейчас мы их попробуем вот все расчленить. Так. 6. Вот еще один. Вот это один лепесток. Камера у нас съезжает. Одной рукой неудобно. Поэтому... Вот это один лепесток. Вот это тоже один лепесток, кстати. Раз, да? Три, четыре, пять. Ну, вот тут вот кусок валяется. Шестой. Ну, как-то вот оно так вот. Все вместе оно дает... Так. Ну, ладно. Что я хотел сегодня еще показать? Ну, этот я показываю каждый раз. Не знаю, какое я ему название дам. Может быть идеал, а может быть совершенство. Посмотрю еще, как он будет вести себя в размножении. Так. Это вот та огромная звезда, которую я показывал чуть раньше. Тут вот я опыление сделал. Так. Ну, 14.53 вы уже знакомы. 15.35 тоже вы знакомы. Вот такой яркий фиолетовый такой вот вырви глаз цвет. Ядовитый такой фиолетовый. Фиолетовый. Так. Здесь у нас... Правильно меня поправили. Это драма Квин. Я почему-то драма Герла всегда называл. Ну, Квин. Правильно Квин. Так. Там вот... Не знаю, какое название ему дать. Может быть я дам стая бабочек. Или... Пока не знаю. Вообще похож он на нарезанную редиску. Если честно. Больше. Так. Здесь... Ну, туда цветы смотрят. Не на нас смотрят, к сожалению. Это джель. Здесь мы издалека увидим золотой ключик. Яркий такой. Я с ним работаю, но пока мне не удается вывести что-то более яркое. Или... Придать золотому ключику более красный цвет. Но мы в этом направлении работаем. Не хочется выводить что-то похожее. Хочется, чтобы у нас от сорта отличался все-таки... Ну... Чем-то реальным отличался. Так. Более значимым. Здесь... Эту я звезду фотографировал. 1464. Ну, казалось бы, она звезда как звезда. И таких звезд у нас много. Но я решил ее запустить в размножение. По причине того, что я не видел на ней мало цветков. То есть, на цветоносе всегда... Меньше двух цветков никогда не было. А обычно, ну, по три. И получается... Розетка компактная очень. За счет округлых листьев. Фактически, фиалочные листья. Вот. Вы можете увидеть. Вот это весь лист. И вот это весь лист. Вот. Вот такая аккуратная розетка. Так. Здесь... Пройдемся мы чуть дальше. Это... 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 Это у нас... Кавахари. 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 Бэби. Ну, здесь мы видим рулетку. Такую вот. Ну, я как раньше рассказывал, не получается у меня с ней пока ничего. Она, зараза... Правильный цветок появляется только спустя... Несколько попыток как бы. То есть, три-четыре цветоноса лист гонит обычных синих. И где-то на пятую попытку появляется розетка. При размножении с детками то же самое. То есть, я не знаю, что пока с ним делать. Ну, здесь у меня серия вот таких рюшастых идуток. Я, наверное, их все распродам. Наверное, распродам полностью. Оставлю, может быть, парочку чего-нибудь интересного. Ну, я сейчас подойду с той стороны. Так. Здесь что мы видим? Сейчас я поближе. Поближе. Вот это у нас из серии мушкетеров. Сейчас мы... Я вот так попробую. Вот. Такое вот оно. Шапочное. Я его назвал Арамис. Ну, как из всех трех мушкетеров, Арамис такой самый... Тендитный, что ли. Не знаю, как сказать. Самый компактный, скажем. Так. Вы знаете, он имеет право быть, потому что не у всех людей есть много места, чтобы поставить, допустим, Д'Артаньяно, который раза в три больше, чем Арамис. Поэтому... Поэтому... А он очень яркий, этот Арамис номер. Номер. Давайте я вам не буду говорить номер. По-моему, не вспомню. Имеет право быть. Здесь звездочка. Я продолжаю отбирать звездочки. Мы их скрещиваем. Я пытаюсь найти, разбить гены, отвечающие за такую форму цветка, чтобы понять, как они получаются, по какому принципу. Ну, в общем, это все в плане изучения и для дальнейшей какой-то селекции, чтобы выводить новые сорта. Но пока... Пока все в стадии, скажем... Пока все в стадии изучения. Так. Здесь... Ну, здесь... Метеоритный дождь. Надо бы поделить вот розетку уже. Тут есть отсветшие. Я считаю этот сорт одним из самых лучших. Очень удачным. Розетка. Идеальная розетка. С насыщенным хворофивом. Ну... Вот... Нечего мне сказать про нее что-то плохое. Так. Это решайся. Начинает зацветать. Решайся. Вот такой вот. Такие цветочки. Тут мы видим на цветоносе 4 цветка. Тут 3 цветоноса крепкие. И... Вот эти цветочки молодые. И рюш растянется. И будет он гиперрюшастый. Так. Ну, здесь вот... Все немножко... Этот я тоже раньше показывал. Это 1442. Как же ж его звать-то название. Забыл. Мне нравятся эти цветки. Очень нравятся. Очень нравятся. Так. Тут... Каравовая звездочка. И... Мы... Мы перейдем сейчас на ту сторону. Ну, вот 1455. Так. Вот это цыпленок. А вот это желтый 1401. 1401. 1401. Если кто-то хотел узнать, в чем разница. А вот как раз у нас есть возможность показать, в чем разница. Конечно же, цыпленок намного желтее. Даже как бы крупнее. Кстати, цыпленок устойчив к питательному субстрату. Он пожрать любит, скажем так. Вот. И цыпленок мне нравится чем? Вот он более рюшастый. А изнанка у него фиолетовая. И когда... Рюш увеличивается. Ну, волны. Вот эта волнистость. То получается как бы контраст фиолетового с желтым. И это... Получается как бы окантовка. Она украшает цветок. Здесь вишенка. Я шел на эту сторону для того, чтобы показать... Вот этот. Вот этот. Его, наверное, все знают. Вот этот, посмотрите, вот сколько будет бутончиков на нем. Сказать, что он плохо цветущий нельзя. Он цветет очень хорошо. Но детки... Детки... Детки как-то у меня не очень хорошо растут. Может быть, они зиму чувствовали. Я не знаю. Но... Медленнее... Медленнее... Медленнее растут детки, чем других сортов. Хотя по маточнику я не скажу, что вот... Маточник нормально растет. Может быть, в зиме дело. Так... Подойду сюда ближе. Цветки-то огромные. Они настолько яркие. Я не знаю, сможет ли камера показать яркость, насыщенность цвета. Но из всех фиолетовых, которые я знаю, из всех фиолетовых сортов, этот самый яркий. Прям вырви глаз. Номер... Пятнадцать восемнадцать... так здесь здесь белое золото я тоже люблю очень этот сорт также начинает вот зацветать такой вот махровый вишневый цвет я хочу дать ему имя у него прекрасная розетка и он этот детеныш элефанта он может быть чуть мельче чем элефант но зато он цветет намного лучше я его сейчас поближе вот сюда поставлю такой у него насыщенный цвет я хочу ему дать имя не знаю пока какое у него насыщенная розетка темная ее можно ставить на более сильно на более сильное освещение и он будет свести тут много бутончиков я хочу дать ему название номер пока номер у него номер я все содержу 871 871 может кто мне поможет придумать название так ну тут всякое у нас есть вот этот но я тут не могу показать кто это у нас это у нас сеянец сейчас просто не видно мы с ним работаем у него настолько насыщенный красный цвет настоящий красный такой вот прям сумасшедший красный тоже работаем с красными я его получил при были при опыление нобели есть такой видовой стриптокарпус нобели он правда синий он темно-темно-синий но мы с нобели взяли гены усиления цвета и добавили вот их в красные стриптокарпусы обычные и вот что я говорю и показать то я не могу ладно потом как-нибудь так белое золото здесь стороны те которые я хочу оставить вот это хочу оставить вот этот себе для размножения и не вот этот нравится я хочу оставить вот этот еще остальные наверное я все все распродам как-то вот не знаю такой вот у нас есть вот мочалка мочалка просто мочалка не люблю я цвет но негодный цвет здесь такие вот не знаю может быть оставлю вот этот а этот но цветки прикольные конечно а розетка не вот у нас есть чудо это сенец мы тоже работаем с видовыми это вариабелис гибрид с участием вариабелиса вообще вариабелис цептокарпус очень трудно поддается в селекцию входит но вот мы промежуточный вариант получили и с ним пытаемся сейчас работать еще у меня есть один я его сейчас вам тоже покажу так что у нас тут это 15 0 4 сейчас скажу нет 13 13 0 4 такой полумахровый вот начинает у нас зацветать вот будет много цветков будет здесь 1511 ну когда распустятся вот эти вот там вот видно наверное тогда и покажу здесь 1386 вини-пух вини-пух оказывается полумахровый и что вот такой вот есть интересный сенец вот он пахучий но цитки такие вот не поймешь не поймешь что ну держу пока вот не знаю что с ним делать то посмотрим понаблюдаем посмотрим так выглядит рулетка с обратной стороны не фокусируется ну ладно и пройдусь еще сюда золотой дракон с обратной стороны тот который я хочу назвать идеалы для совершенства пока не выбрал название 1540 1540 да 1540 ну и на сегодня наверно все вот мы добрались до кжеля я могу показать с кжель вот хорошо цветки держатся вот старые ведь уже он не совсем отцвели все равно держатся полить надо вижу что надо полить мы закончим бабочкой г вода воскресенье в в в в в в т